Друзья, добрый день! Хочу рассказать о манках Redbon, модель 2018 года. Для обзора выбрал три манка, есть еще другие цвета, но эти манки имеют характерно выраженные особенности по звуку. Эти манки сделаны лично Натаном Райтом. Это манки, не купленные на сайте Redbon Colors. У меня ушло действительно реально много времени на переписку с Натаном, потому что я хотел, чтобы манки сделал именно он для меня. Почему отобрал именно три вот этих вот маночка? Манки, понятно, делаются вручную, настраиваются вручную, подгонка доски, каждого манка индивидуально. И на этих трех манках просто именно характерно выраженная особенность звука, я не знаю, передаст телефон там или не даст, но маночки отличаются по настройке более высокая, более низкая, более хрипатая и так далее. Естественно, лучше подбирать выдув под себя, но я покажу как бы вот на примере этих манков, чем отличается звук и надеюсь, что камера все-таки передаст это. Вот манок Orange, он имеет такую выраженную высокую настройку, кто любит играть именно в верхних нотах. Естественно, на низы он тоже играет, но характерная особенность этого манка, именно что он настроен в высоком диапазоне. Звучит вот так примерно. Если сравнить с маночком Black Gold, этот манок настроен уже в более низком диапазоне, более хрипатый звук. Звучит манок вот так. И маночек, который по настройке у нас примерно в серединке, между верхним и нижним. Звучать будет вот так. Все манки обалденно играют, безусловно, но вот есть характерное отличие. Почему я показываю это? Есть люди реально, которые играют на низах. То есть есть плотные здоровые дяди, они когда дуют в манок, они автоматом дают модулированный звук. Для них подойдет вот такой вот манок с высокой настройкой. Они его никогда в жизни не передавят и не заставят его уйти в хрип какой-то ненужный и так далее. Если люди среднего телосложения, то соответственно им лучше универсальную настройку. Ни низкую, ни высокую. Если как бы силы не хватает выдавить в манок воздух, тогда лучше брать настройку пониже. Она будет для таких людей полегче в использовании манка. Ну и вот средняя настройка. Ну и то, что Натон показывает на своем видео. Манок играет, понятно, любой из них играет одной рукой. Плюс, понятно, очень большой диапазон тембральный, да. То есть манки реально можно играть там. Ну я не шибко профессионал, как Натон, да. Ну реально там 4-5 тональностей легко можно с манка получить. Что хочу еще сразу сказать, да. Манок Redbon, который вот делает Натон, да. Это манок от реально профессионала для профессионалов. Манки в использовании, как бы если у вас техника выдува хоть какая-то уже есть, тогда вы на нем будете играть. Если вы, что называется, с нуля, манок лучше брать попроще тогда для начала. Почему я очень много и долго продавал манки GB Custom Calls, да. Это манок очень хорошо подходил для начинающих. То есть там люди, которые совершенно не умеют на них играть, легко начинали на нем играть. Redbon это не манок для начинающего. Это манок для профессионала. Если вы берете манок и он у вас не играет в ваших руках, да, значит вы еще не овладели в достаточной мере контролем над выдувом своим для того, чтобы управлять этими манками. Здесь вариантов два, собственно говоря. Либо тренироваться дальше там на каком-то манке другом, ставя себе выдув, да. Либо понимая, что вы все равно это занятие не бросите, оно вам интересно. И вы берете манок, что называется, на вырост. Продолжая работать, тренироваться с ним, пока вы не получите правильные звуки. Еще раз повторю, манки все играют. Если что-то у вас не получается, дело не в манке. Я, продавая манок, могу каждому сделать видео лично с его манком, с упакованием в коробочку и так далее, да. Подтверждение того, что манок играет. Ни в коем случае не надо лазать, что-то настраивать, что-то перестраивать под себя и так далее. Поверьте, Натан Райт, это человек, который соображает в настройках, соображает, как должен звучать манок на белолубого гуся. И, соответственно, не надо трогать его настройки оригинальные.